Боже, Украину сбережи! Господи, помилуй грешни! Смилуйся над нами и прости! Молим о Тебе, Всевышний! Шаббат шалом! Этот шаббат на 30-й день войны довольно, наверное, сложный. Но хотя это очень оптимистически, мы каждый раз, встречаясь друг с другом, друзьями, говорим с приветствием таким в шаббат шалом. Шаббат шалом, дорогие, и это очень и очень символично на 30-й день войны. Это приветствие мы говорим друзьям, близким, родным при нашей встрече, на собрании, на служении. Это приветствие странно может звучать сегодня, когда все происходящее с нами очень и очень сложно. Но все же, раньше это было очень просто сказать друг другу шаббат шалом. Раньше мы говорили это без второго смысла, понимая, что Божий мир, Он созидает нас всех с вами. Но сегодня нам сложно, наверное, осознать и сказать, что шаббат шалом во время тогда, когда разрушаются наши города, теряются жизни людей. И многие-многие покинули страну, в которой мы жили мирно, спокойно до 24 февраля. Мы сегодня говорим при встрече друг к другу шалом. Но знаем ли мы, что это очень важно сказать шалом в это время? Этот мир нам очень и очень нужен, он важен для каждого из нас. И это даже нормально сказать в это время шаббат, сказать шалом. Мы думаем, что это очень, может быть, так сложно в это время сказать мир друг другу, когда над ногами проносятся ракеты, самолеты, бомбы, пули. Все нам известны слова римлянам, 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Очень важно, чтобы мы исповедовали сегодня этот шалом. Этот мир, который превыше нашего познания. Мы задумываемся над приветствием. Возможно, нет. Но иногда подсознательно нам нужно понять, что мы с вами уже делаем провозглашение. Провозглашение того, что Бог видит для нас, каждого из нас в это время. Призывать Божий мир в наши обстоятельства, в нашу многострадальную страну. Устами исповедуют ко спасению. Я почитаю вам еще еврейский перевод этого же местописания, римлянам, 10, 10. Поскольку именно сердцем человек продолжает верить. И таким образом приближается к праведности. Тогда как устами продолжает открытое признание и таком образом приближается к избавлению. Друзья, когда я прочитал это место именно вот с еврейского перевода, я понимаю, что мы устами исповедуем шалом, когда приветствуем друг друга и подсознательно исповедуем то, что мир уже он есть. Шаббат шалом, дорогая молодежь. Та, которая сегодня вступила в ряды территориальной обороны. Шаббат шалом, дорогая молодежь, которая вступила в ряды украинской армии, защищая людей и защищая нашу страну. Шалом, ребята, которые взялись за охрану наших домов, за безопасность наших людей. За то, что вы приходите к старикам, которые остались, и приносите хлеб, медикаменты, помощь. Шаббат шалом, дорогие медики и волонтеры. Шаббат шалом всех тех, кто сегодня неравнодушен к многострадальному народу Украины. Шалом вам, дорогие. Мир Божий. Мы говорим шаббат шалом, наши дорогие, где бы вы ни были, сегодня этот мир, который превыше нашего понимания и осознания, да пребудет с каждым из нас. Это та территория, которую мы, возможно, не сознаем, но понимаем, что этот мир, он нужен нам. Шаббат шалом, братья и сестры, которые остались в тех местах, где существуют общины, что, что вы делаете за функциональность наших общин, за устройство и быт наших общин, где они еще существуют сегодня, но в многих местах давно-давно люди уже разъехались. Я верю, что это важно для нас, задержать этот мир Божий. Наблюдая за новостями, которые вообще пастора выставляют, события, которые они освещают, вопросы, которые задаются в интернете, я понимаю, что многие-многие пастора еще находятся в Украине, кто-то выехал, кто-то находится за пределами Украины, это в Израиле или в Европе, но говоря с ними, то, что они говорят, это фактом состоится то, что где-то 70-80% общин, то есть членов общин и церквей, покинуло боевые действия или же страну, или места, где они были. Сегодня это прискорбно, потому что чаще всего это семьи, женщины и дети, кто покинули места, где были общины и церкви. Знаете, где бы мы ни были, по всей Европе или же по Израиле, куда бы нас Господь не вывел в безопасные места, мы должны помнить, что Божий мир – это то состояние, где мы успокаиваемся в Боге. Хотя мы в различных краях, дорогие друзья, мы, знаете, врагу не должны давать возможность нас разбить, разъединить, рассорить, и наоборот, сделали мы намного сильнее. Когда мы говорим «шалом» и «шаббат шалом», и мы говорим «привет», мы становимся сильнее. Я верю, что в это время, где бы мы ни были, сегодня мы сильные люди в Боге, нас соединила наша беда, наше горе. Наше разделение сделало нас сильнее, намного сильнее, чем мы думали, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Мы становимся частью такого шмуза, такого объединенного притирания друг с другом. Это то, что делает нас сильнее. Если враг думал, что он нас рассорит, он нас где-то разъединит, нет, он сделал нас сильнее. Мир обязательно придет. Обязательно придет мир в нашу страну. И начинается этот мир с нашего провозглашения. То, что мы исповедуем нашими устами. И мы, Писание, послание к евреям, ко всем тем, кто сегодня, я обращаюсь, именно вам, верующим в Ишевом Мессии. Это послание в Новом Завете. Говорится так. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся. И уверенность в реальной невидимости. То есть, то, что мы понимаем в реальности, оно не видно. Но мы надеемся с верой. Это 11 глава, 1 стих, послание к евреям. Начнем мы с веры. Давайте мы начнем верить, принимать в веру то, что нам кажется невероятным, но весьма понятным, что сегодня, после 30 дней именно вот сопротивления врагу, который напал на нашу землю, мы видим, что приходит вера и уверенность в той победе, которую Господь дает, и мир, который должен прийти, потому что Бог говорит, что Он дарует мир дальним и близким всех, кому не призовет Господь. Этот мир, шалом, Божий мир, уже настигает нашу струну. Он уже настигает, и многие, многие уже это переживают и видят. Оно наполняет наших воинов, наше правительство, наших территориальные громады. Этот мир мы получаем и вдохновляемся им, потому что Бог желает своей победы, своей мира в Украине. Я верю так. Возможно, кто-то будет смеяться, кто-то будет смотреть этот эфир, но будет смеяться, но, знаете, Бог, Он не может быть посмеен. И то, что Он обещал, Он всегда исполнит. Филиппийцам 4 глава 7 стих. «И мир Божий, успокоение, непостижимое уму, сойдет на сердца ваши и мысли, удержит их во власти Машеха». Вот этот мир, он сойдет, и в наши сердца, наш ум и наши мысли удержатся во власти Иешуа Мессии. Я верю, что это очень важно. Власть Машеха для всех нас очень важно. И несмотря, что происходит сегодня в Украине, особенно то, что многие ведьмы, колдуны, они пытаются соединиться, колдовать, и чтобы это было против Путина, против того, что происходит. Друзья, никогда Вивзевул, Вивзевулу не выгонял. Никогда бесы не могут выгнать бесов. Не может царство тьмы прогнать именно царство света. Нет, это невозможно. И победить царство, оно не может разделиться бесовское. Мы верим, что царство Иешуа Мессии должно быть на наших правителях. Мысли чистые, быть благоразумными, стратегически направленные. Мы верим, что молитва верующих людей именно должна направляться в этом русле, в русле шалома, мира, провозглашения, благодати, милости Божией. В этот шаббат мы как и никогда восприним духом. Почему? Потому что уже 30 дней мы сражаемся. Все мы. Скажите, там есть военные. Каждая молитва, каждое его стремление, это борьба перед Богом, ходатайство перед небесами о том, что Бог уже сделал для нашей страны. Этот месяц силы Божьей. Мы прошли этот трудный путь и проходим, и пройдем дальше. Это молитвы, это богословение друг друга. И вот именно в Библии используется слово шалом не только как приветствие или как мир, но это также и безопасность. Это здоровье и успех. Причем как для стран, так и для отдельных людей. Успех. Так что мое послание, друзья, вдохновить каждого из нас вестью радостной и говорить друг другу шалом. То есть духовно провозглашаем. Мир. Шалом. Близкими, дальним. И всех тех, кого призовет Господь. Это значит, что нам благовестие нужно делиться этим словом о Мессии Ишуа, о Спасителе мира и дающий нам примирение с Богом. Это очень важно. Целью не только спастись, а призвать еще тех, кому нужна помощь. Проповедь лета Господнего сегодня для каждого человека. Давать надежду людям, тех, кто в депрессии, тех, кто в страхе, тех, кто даже обижены. Дать им надежду, что Бог, Он Бог, даже обиженных, тех, кто обидит по какой-то причине. Бог утешитель для тех, кто в обиде. Я думаю, что это очень важно. Шалом для каждого, кто болен. Пускай будет шалом оздоровления. Шалом каждому в успехе. То есть мы говорили, шалом как успех. Успех в тактике, успех в стратегиях, успех именно в тех целях, которые ставят наши воины, возможно, и наше правительство, каждый из вас, те цели, которые у вас есть. Успех в галуте, где бы мы ни были, мы рассеянны, те, кто в стране, те, кто рассеянны, чтобы был успех, чтобы мы могли поддержать друг друга и финансово, и гуманитарно, и молитвенно, и вообще в общении друг с другом, чтобы препятствия, они разрушились, любые, чтобы мы могли достигать друг друга. Шалом для безопасности, для безопасности наших воинов, для безопасности наших общин, для безопасности стариков, которые остались, детей, которые не смогли еще эвакуировать, безопасность для тех сослужителей, кто остался, молодежи, которая сегодня хранит наши места. Я верю, что этот шалом необходим. Шалом для стран, которые принимают беженцы из Украины. Враг сегодня грозится. А Бог говорит, что я тот шатер безопасности. Шалом тем странам, которые приняли всех тех, кто бежали от войны. Да, беженцы, большинство людей, беженцев, они сегодня нуждаются в этом мире. Шалом каждому гражданину Украины. Каждому. Пускай будет этот шалом каждому человеку сегодня, каждому, кто держал этот прекрасный и держит этот прекрасный паспорт Украины. Это, знаете, еще, когда говорят шалом, это приветствие и пожелание самого лучшего. Но когда мы говорим шалом, шалом, это означает до свидания. Это прощание. Прощание с красным террором, прощание навсегда с коммунизмом, который унижал верующих, тех, кто исповедовали Бога, которые верили Богу, потому что это империя зла, коммунизма. Это зло, которое сегодня еще раз хочет подняться среди других стран. Я думаю, что это необходимо сказать шалом, шалом, до свидания, до свидания всей ситуации, которая происходит в мире вообще против безумных орков, орды, которые движутся, не боятся Бога и людей не стыдятся. Я верю, что нам нужно сказать шалом, шалом этим безумным военным тактикам войны. Шалом, шалом, то есть прощай, прощай корабли, самолеты, ракеты, пули, прощайте, потому что Божий мир, Божий шалом должен восприять в сердцах людей. Он придет, обязательно придет. Нам всем нужен Божий мир, друзья, нам нужен мир. Так что, дорогие друзья, всем вам шаббат шалом. Мира, успокоения, благости, милости Божьей. И я хочу закончить одним местом Писания, Риллина 10, глава 13 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, каждый из вас, кто будет призывать имя Господне, спасется. Не просто свят, 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 а именно сердцем принимайте благодать и милость и шалом Божий внутри вас. Мы также, я почитаю это же место Писания с разных мест или переводов, которые может раскрыть этот удивительный стих. Ибо каждый, кто доверится Господу, будет спасен. Ибо всякий, кто бы ни призвал имя Господне, будет спасен. Поэтому я хочу вам сказать, мы знаем, что мир Божий, он превыше всякого нашего ума и он соблюдет наш разум ко спасению. Я верю, что это важно. Пускай в этот шаббат будем только шаломом, а наполнится миром и уверенностью в мирном решении и за окончание войны. Надеемся на Бога, мы надеемся на Него, уповаем, молимся, и мы все вместе, большая армия. Я благодарен каждому из вас, где бы вы ни были, или в стране, или в Галуте, где бы вы ни находились, давайте мы помолимся. И мы благодарны, Господь, что Твой шалом, Твой мир, через веру, он преодолевает наш разум, наши страхи, наше зачарование, и мы наполняемся этим миром, провозглашая этот мир для каждой страны, кто принял беженцев, для каждого человека, для каждого гражданина Украины, для каждого ребенка, старика или же воина, для мир, для нашей страны, Господь, для управления, для президента. Мы просим, чтобы эта ситуация, в которую мы попали, была, Господь, быстро решена Твоим шаломом, ибо приди, Господи Иешуа, саделай свой мир, Господь, и даже если мы сейчас проходим этот путь, пускай мы наполняемся этим миром, этим присутствием, и делились этим шаломом, с каждым человеком, который нам встречается, и старики, которые на улице, дети, которые, возможно, болеют, с молодежью, которая сегодня защищает нашу страну, чтобы мы говорили каждому, шалом, друг мой, шалом, Бог тебе наполнит шаломом, миром, безопасностью, и именно вот направит, чтобы мы могли сказать, аллилуйя, славен Бог, сильный Бог, который защитил народ свой, благослови, Господь, каждого человека, тех, кто в стране, и тех, кто в Галуте, тех, кто рассеянный, но на малое время, мы благословляем друг друга, бежея, мишу, 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 будьте благословены.